Во время рабочей поездки в Амвросиевский район председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий посетил центр первичной медико-санитарной помощи. Гордостью больницы сейчас стала отремонтированная семейная амбулатория. Раньше здесь была детская консультация, теперь же наряду с педиатрами прием ведут и семейные врачи. Городская семейная амбулатория создана на базе поликлиники Амвросиевской ЦРБ, в состав которой ходило поликлиническое отделение и детская консультация. Сейчас в детской консультации работают не только участковые педиатры, но и семейные врачи. Семейные врачи осуществляют прием и детского, и взрослого населения. Наряду с этим продолжают работать участковые педиатры, которые оказывают специализированную помощь непосредственно детям. Семейная амбулатория обслуживает более 19 тысяч жителей Амвросиевки, из которых более 3 тысяч – это дети. К тому же консультационные услуги оказывают и детям всего района. Видимо, поэтому ремонт в здании центра начали именно с детского отделения. Ремонт в центре начали прежде всего с отделения обслуживающего детей. И, соответственно, в первую очередь проведен ремонт вот этого крыла, которое вы видите, где раньше располагалась детская консультация. Во всем здании центра проведены ремонтные работы по восстановлению водоснабжения и канализации, и проведен капитальный ремонт системы отопления. Соответственно, мы надеемся, что эту зиму у нас будет тепло. Косметический ремонт мы провели полностью с заменой окон, дверей, укладкой плитки в санузлах, в прививочном кабинете, манипуляционном кабинете. Раньше было холодно? Да, раньше было холодно. Посетители семейной амбулатории подтверждают – ремонт был сделан не зря. Раньше здание находилось в ужасном состоянии. Дети бегали, зацеплялись, или, ну, стены тоже желали, оставляли желать лучшего. Сейчас, конечно, очень хорошо, очень хорошо. Как в Европу заходишь. Во время посещения центра председателю Булгосадминистрации Андрей Шишацкий также ознакомился с работой роддома. Там удалось обновить медицинское оборудование. И кое-как, и мест хватает, и кадрами мы обеспечены. И в этом году у нас 12 человек с других районов рожали. Но еще год не закончим, поэтому надеемся, что их будет больше. Тем более, когда улучшены такие условия, ведь земля слухом полнится. Впрочем, как отмечают врачи, нерешенных проблем у них еще хватает. А до этого, конечно, все это было, ну, скажем так, даже за эти два с половиной года все эти недостатки, все эти дырки закрыть просто-напросто невозможно. Главным событием этого дня стало вручение ключей и документов от двух новых автомобилей скорой помощи – медикам Амбросиевской больницы. Современные машины более надежны и лучше оснащены. Соответственно, у врачей будет больше возможностей при оказании помощи больным. Во-первых, это комфорт. Конечно, мы работали на УАЗах, вот, а теперь красивая, очень удобная, плавная, уютная машина. И очень удобно будет работать медицинскому персоналу. А раз будет удобно нам работать, естественно, будет лучше оказываться помощь больным. Андрей Шишацкий отметил, что обновление медицинского оборудования и парка автомобилей будет продолжаться и дальше. В рамках тех социальных инициатив президента я думаю, что я правильно перенаправил даже где-то в улучшение медицинского здравоохранения те средства, которые удалось нам получить именно в покупку нового медицинского оборудования, новых автомобилей и ремонта существующих и поддержки новых учреждений. Также губернатор коснулся проблемы перераспределения средств между первичным и вторичным уровнями медицины. Явный перекос в сторону первички привел к многочисленным возмущениям у врачей-специалистов второго уровня. То распределение, которое предусмотрено было законом одинаково и для Веницкой, и для Донецкой области, где соотношение сельского и населения городского, поверьте, разное, и размещение второго и первого уровня, оно, конечно, внесло такой дисбаланс, но подход такой. Мы не хотим, мы сейчас добиваемся именно увеличения финансирования второго уровня, но не за счет первого уровня, потому что, ну, знаете, как люди уже начинают привыкать, что у них есть надбавки, есть повышение заработной платы и обеспечения, есть уже выделение средств на лечение и на лекарства. И отобрать сегодня у первого и всем поделить, это опять ни у кого ничего не будет. Поэтому уже предусмотрено, мы сейчас работаем, увеличение на второй уровень на следующий год. В этом году за счет дополнительных дотаций и выравниваний мы будем в первую очередь поддерживать, когда второй уровень у нас основная проблема. До конца этого года в Донецкой области появится 200 новых машин скорой помощи, пообещал Андрей Шишацкий. Будут закупаться автомобили и для семейных амбулаторий, отметил губернатор. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.